Плод Крым – карта судьбы. В Центре визуальной культуры в Киеве открылась выставка художницы Марии Куликовской. Главный экспонат – спасательный плод, на котором Мария отправилась в путешествие в надежде пересечь водную границу с Румынией. Так крымчанка хотела привлечь внимание к бесправному положению беженцев и судьбе полуострова, который, не двигаясь с места, оказался в другой стране. Удалось ли ей сделать Крым частью Европы и что еще можно увидеть на выставке, узнавали наши корреспонденты. Плод Крым встречает посетителей сразу у входа. Пол застелен термопленкой, усыпан песком и золотыми блестками. Они остаются на обуви, превращая посетителей в часть художественного перформанса. Мы все элементы звездной пыли. И как бы вот эта дележка на расы, на национальности, на границы с целью убивать кого-то – это априори неверно. На большом экране видеофрагмент. Под Дунаю плывут лодки, а на том берегу – заветная цель – румынская граница. 19 августа на этом плоту художница из Крыма Мария Куликовская обосновалась на Киевской набережной. Там она словно беженка провела трое суток без запасов еды, надеясь на помощь прохожих. На четвертые сутки плод Крым отправился вниз по течению морской границы с Румынией. Таким перформансом Мария хотела привлечь внимание к бесправному положению беженцев и судьбе Крыма. Она надеялась, что хотя бы плод, превратившийся в дрейфующий полуостров, сможет пересечь границу и оказаться в Евросоюзе. В другом зале вещи, которыми Мария пользовалась в походе. Насос, без которого плод бы сдался в первый же день, свисток, чтобы привлекать внимание проплывающей рядом лодки, матрас, который спасал от холода воды и документы, из которых Мария удалила номера. Потом я получила идентификационный код как физичную особу плотника податки. Я тоже вымыла этот код, потому что я не думаю, что люди, это просто банальный код. Выставочный зал заполнен и тематическими арт-объектами. Это карта без границ. Вы видите, что в океане, как в космосе, множество звезд. И это не только звезды, это эти плотики. Плотики свободы, которые люди, которые перемещаются и двигаются, свободно двигаются там, где нет границ. А это монумент тем, кому негде бросить якорь. Он на самом деле пустой. И в него зайти может каждый и каждая. То есть любой человек может зайти, потому что... И важно, что он пустой, потому что... Мы можем оказаться в такой ситуации, где нам негде бросить якорь в любую минуту. Творческую задумку смогли оценить посетители, пришедшие на открытие. На Алену Мамай сильное впечатление произвела скульптура из песка. Алену Мамай сильное впечатление произвела скульптура из песка. Для меня этот замок был вроде аналогией к той ситуации, которую я сейчас в Крыму. Границу плот так и не пересек. Путешественников остановили пограничники. Но авторы выставки обещают, что на этом история плота не закончится. И он обязательно еще появится в тех странах, где есть проблемы беженцев. Роман Спиридонов, Асан Эминов. Заман.